Ну что ж, друзья, до рекламы мы поговорили о кино, а сейчас будем говорить о музыке, потому что в нашей студии сегодня музыкант, певец и композитор Шамхан Далдаев. Шамхан, дорогой, доброе утро! Рад тебя видеть, хочу видеть твою улыбку, снимай маску. Спасибо, спасибо. Я видел, что ты у нас на канале ходишь маску. Я тоже очень рад вас видеть, быть сегодня здесь, встречать это красивое утро вместе с вами. Ну здорово. Скажи, пожалуйста, ну как ты, вот что делал в карантине? Я в карантин был в Москве. Ну и сейчас он как бы еще продолжает. Самое интересное, я немного подустал, потом полетел в Стамбул, был месяц в Стамбуле, для себя так устроил отдых. Потом, получается, вернулся в Казахстан. Ну, в России немного стало посвободнее с этим, а у нас там потуже. Поэтому, ну как, карантин, карантин, меры, есть меры, мы должны соблюдать. Ну, думаю, неплохо, не болел, все нормально. Ну, имеете в виду, Даник имел в виду, что вот выступления запрещены. А, ну да. В какую энергию направил, в какую сферу действия? Я писал песни, я писал песни, я работал над текстами, над музыкой, что-то приходило в голову новое, подобрал новый репертуар, который я буду сейчас записывать уже на студии. Ну, то есть твоя самая знаменитая песня «Да-да-да-да-да-да-да» — это «Кавказ» скоро получит продолжение, и у нее появится младший брат. Так, так, о чем песни-то писал? Я писал про любовь, я писал про женщин, женщина — это мама, сестра, дочь, про святых, можно сказать, женщин. Так. Вот. Жена не входит, заметно, в этот список. Про друзей, про родину, у меня две родины, у меня Алмата родина и Грозный. Поэтому писал, ну, о всем хорошем. Ну, отлично. То, что меня вдохновляло, это... Слушайте, а у тебя же в планах открыть свою творческую школу, да? Да. Расскажи немного. Сейчас вот работаю над этим. Уже долгое время я, конечно, в мире музыки, и хочется уже поделиться опытом. Вот. В этой школе будут разные направления, вокал, инструментальное направление, танцы, актерское мастерство. Ух ты! Все, что возможно. Потому что каждый человек, он талантлив, и главное найти в нем, и красиво вытащить этот талант с него. Вот кто-то хочет для себя научиться петь, тоже без проблем. Это очень актуально сейчас. Даня, к тебе в эту школу надо. Вот когда ты сказала про школу, я вначале подумал, что это будет детская школа вокала, а потом представил себе, где же найти ребенка вот с таким голосом. Нет, это же в этой школе. Не только я буду, будут профессиональные педагоги и люди, которые могут дать каждому, кто придет, по-настоящему, то, что он ожидает. Ну вот, допустим, Гульчика хорошо поет. Я пою отвратительно. Причем все мои друзья-певцы всегда говорят, ты лучше продюсируй, ты не пой. Но зато его всегда в караоке можно найти. Возьмешь меня на обучение. Конечно, конечно. Все, договорились. Приглашаю. Руки профессионалов вот это. Смотрите, ваше творчество любят в Казахстане, Чечне, России, Кавказе. Да, ну, Чечня, Кавказа сказала, да? А вот как ты думаешь, в чем особенность музыки твоей? Наверное, моя любовь к музыке. Я все, что делаю, я делаю от сердца. И в моей музыке нет национальности. А, вот. Да. И я люблю как и Казахстан, так и Россию. И мне хочется... Ну, я очень счастлив в том, что в мои 15 лет, когда мне было 15 лет, пришел такой успех. И по сегодняшнему дню любят, ждут, приглашают. Для меня это большое счастье. Ну, это здорово. Ну, каждым годом мы становимся мудрее, профессиональнее, поэтому... Да, растем, развиваемся. И, конечно, и направление меняю сейчас. Немного хочется нового. У меня же не только кавказские песни. Конечно, да. У меня разные песни, в разных языках, поэтому... Но колорит все равно, вот этот кавказский, он подкупает. Конечно. Ну, я... Вот такое слияние культур. В нашей многонациональной стране, где любят все культуры. Да, это очень трогает очень. Я тоже люблю, допустим, разных народов культуру, да? Танцы, музыку. Вот что тебе ближе всего? Ну, кто, например? Какие танцы, какая песня? Ну, не знаю. Мне вот с самого детства я всегда... Меня, ну вот, меня прям зажигают цыганские танцы, цыганские песни. Ай, ну-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Слушай, Шамхан, но ты ведь не один, у тебя же есть свои друзья, одиномышленники, коллеги, поддержка, братья твои. Утро было бодрым, я решил сегодня немного симпровизировать. Мы, конечно, даже не успели нормально прорепетировать, но главное создать утром красивый, то есть громкий шум. Я хочу пригласить гармониста и даулиста, которые мне сейчас будут помогать. Тафт, их, пожалуйста, как их зовут? Тахир, Михаил, это, вы знаете, еще хочу отметить, к сожалению, в Казахстане, в Алма-Ате, очень мало вот такого вот направления, которое тоже в моей школе будем развивать. Поэтому мы сейчас экспронтом будем дарить вам хорошее настроение. Тахир, покажите, что инструмент живой вообще, тэн-тэн-тэн что-нибудь. Есть, да, Михаил. А так, вот сейчас будет такое. Бодрее Казахстан, просыпайся! Казахстан, просыпайся! Казахстан, просыпайся! Казахстан, просыпайся! Казахстан, просыпайся! меня вроде бы ну уже в эфире будет уже слышно конечно 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 гармошка громче меня поет барабан конечно на сцене существует конечно человеческий голос и такие инструменты конечно не может заглушить все будет слышно нашим зрителям и здесь нам было очень здорово энергетика это же самое лишь энергетика вообще вот сейчас преддверии скажем так 1 мая я так понимаю что ты уже просто вот расписан поминутно да я 1 мая буду открывать школу вот когда сейчас весь акцент на этом будут конечно коллеги друзья вас приглашаю так что я сейчас весь акцент на это это сделать красиво качественно и профессионально вот в казахстане допустим вот касательно молодых исполнителей из серии кей-поп кью-поп это чисто наше направление а там там в основном все строится на что нужно быстро сделать клип и залить его на какую площадку касательно допустим песен которые чтобы полюбились уже взрослым чтобы вот их слушать хотелось именно душой они только ушами здесь другой успех другой путь скажем так этой песни материал другой вот скажи вот почему так но сейчас время другое у всех вкусы разные я думаю что легкая песня какая-то быстрая популярность быстрая популярность кто-то старается набрать в ютубе просмотры кто-то конечно я за то чтобы текст в песне был со смыслом чтобы музыка сама была качественная то что если допустим я захочу сделать что-нибудь на пять минут от такого материала у меня очень много которые 10 лет уже мешает вот я буду раздаривать его конечно потому что это не по моему как бы стилю я сторонник того чтобы песня жила чтобы она через 10 лет могла тебе напомнить чтобы люди слушали ее и наслаждались и взрослые и не взрослые поэтому песня должна иметь жизнь это для меня самый текст должен быть хорошим алла пугачёва почему номер один потому что у нее все песни они со смыслом качественные а какие еще инструменты ты используешь традиционно ты ты назвал мишу дуались это да 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 барабан национальный парапета гармошка это такая национальная для того чтобы именно передать именно кавказскими воде кавказскими специально во владе кавказе и северной осетии производится вот такие вот национальные гармошки гармошку достать тоже нелегко я у нас такое в казахстане в алмате один очень красивый инструмент очень красивый я ему тоже но он работает над этим конечно же в начале этого всего я рад что теперь есть вот юный характер сколько лет ты давно уже занимаешься три года как началось чего вдруг я так понимаю до дома стучал просто хватит на нервы мне я рад что вот в каждом народе есть свои красивые инструменты и когда они сливаются вот так вот ребят что-нибудь буквально секунд на 10 вот чтобы знаете поставить эту красивую точечку давайте давайте музыкально что-нибудь такое для тебя почему потому что тебе Еще нет 14 лет? Значит, у тебя есть все шансы. Дело в том, что, уважаемые телезрители, телеканал Алматы организовывает специальный фестиваль. Мы ищем таланты от 4 до 14 лет и принимаем заявки для участия в детском телевизионном фестивале Алматы-Бала-Фест. Телеканал Алматы ищет таланты. Детский телевизионный фестиваль Алматы-Бала-Фест приглашает всех деток нашего города. Категории. Фольклор, вокал, хореография, цирковое искусство, актерское мастерство. Прием заявок с 5 по 25 апреля по номеру ватсап. Плюс 7777-287-99-91. Дополнительная информация на сайте алматы.тв. Вот так вот, Миша, я думаю, ты запомнил, и у тебя теперь точно есть все шансы. Потому что таких, как ты, мало. Шамхан, дорогой, спасибо тебе за твою энергетику, за твое настроение. За твое живое творчество. Каждый раз, когда видимся, для меня это маленький праздник. Все взаимно, для меня тоже. Удачи, много-много концертов. Спасибо вам большое за приглашение. Мы были сегодня безумно счастливы разделить это утро с вами. Успехов вам. Спасибо, дорогой. Ну что ж.